В начале нового учебного года сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД провели мероприятие с первокурсниками и преподавателями вузов. Цель – недопущение экстремистских проявлений в молодежной среде и повышение уровня правовой грамотности студентов. Материал Вадима Агаркова. Тематические лекции проводились в АГУ и МГТУ в течение нескольких дней, а их участниками стали более 200 ребят педагогического, экономического, юридического и исторического факультетов, а также их кураторы и педагоги. МВД по АДГЕ на встречах представлял сотрудник профильной службы ведомства Рамазан Гутов. Участники этих мероприятий обсудили соблюдение мер безопасности при использовании социальных сетей. Для молодежи довели информацию о том, как действуют запрещенные организации, какие психологические приемы при этом ими используются и как оградить себя от нежелательного контента в сети интернет. Студенческая и молодежная среда является основным объектом посягательств, скажем так, носителей любой деструктивной идеологии, будь то связано с региозно-экстремистской деятельностью, политическими какими-то движениями, общественными структурами. Отдельно организаторы мероприятия рассказали о мерах ответственности за противоправные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. К сожалению, в текущем году в поле зрения сотрудников полиции Адыгеи попали несколько студентов вузов, причастных к покушению на сбыт запрещенных веществ через тайниковые закладки. Важно и то, что в будущем лицам, совершившим не только преступления, но и иные правонарушения, будет закрыта дорога в правоохранительные органы и другие государственные организации. В ходе бесед студентам напомнили о бдительности при общении с незнакомцами, особенно выдающими себя заработников финансовых организаций. Как правило, телефонные мошенники вводят человека в заблуждение относительно совершения попытки хищения его денег со счета. Как только вы начинаете выполнять их рекомендации, то это обязательно приведет к пропаже сбережений. В рамках акции полицейские дали советы кураторам и педагогам. Особое внимание в течение всего учебного курса необходимо уделять обучающимся в АГУ и МГТУ первокурсникам, в том числе иностранцам, и владеть информацией о том, чем они занимаются в свободное от занятий время. Ответив на все вопросы, полицейские еще раз призвали ребят соблюдать требования российского законодательства и всегда прогнозировать, какими последствиями может обернуться тот или иной поступок. Вадим Агарков, Беслан Хладжоков, Вести, дежурная часть. Госавтоинспекция Адыгеи и руководством 34-го лицея города Майкопа в эти дни продолжается комплексная работа по оптимизации дорожной обстановки вблизи этого образовательного учреждения. Съемочная группа пресс-центра МВД по республике Адыгея после визита министра внутренних дел Ивана Бахилова побывала вновь на проблемном участке, чтобы посмотреть на реализуемые меры и их эффективность, в том числе через призму мнения граждан и отзывы самих детей. Специальный репортаж Сергея Елизарова. 34-й лицей. Время 8 часов 25 минут. Тот самый час пик. Работа, проводимая по поручению министра внутренних дел Ивана Бахилова, приносит, как мы видим, результат. Движение автотранспорта планомерное. Есть отдельные нарушения, единичные, но с этими гражданами проводят работу сотрудники ГИБДД. Результат призвано принести, безусловно, совместная комплексная работа. Именно поэтому представители госавтоинспекции работают и в самом лицее, с преподавателями и детьми. На сегодняшний день ситуация улучшается. Если первые дни была полная неразбериха, после того, как приезжал министр, представитель ГИБДД, в общем, ситуация стала намного лучше. При этом проходит тестирование, до сих пор проходит тестирование подвоза детей маршрутами. Во-первых, в школе проводятся сейчас родительские собрания с представителями ГИБДД. Это ведется ежедневно, потому что классов достаточно много. Классные часы с учениками, тоже организованные, посвященные правилам дорожного движения. Классные руководители создают группы в мессенджерах. Списки включают родителей школьников. Не только таким способом, но и на собраниях они информируются о важных аспектах дорожной безопасности, касающихся в том числе правил перевозки детей и парковки транспорта. В ходе встреч с родителями и преподавателями отдельное внимание уделено ежедневному проведению на последнем уроке минутки безопасности. Этот важный акцент в завершении учебного процесса помогает детям вспомнить дорожные правила перед обратной дорогой от школы к дому. Объясняли правила безопасности, то есть переходить дорогу, смотреть по сторонам, когда переходишь по светофору, чтобы не сбила машина. Все правильно. А что родители дома вам объясняют по утрам? Осторожно переходить через дорогу, смотреть по сторонам. Безусловно, работая по этому вопросу в команде с педагогами и госавтоинспекторами, аналогичную пятиминутку должны проводить и родители по утрам, перед тем, как отправить детей на учебу. Именно такая комплексная, скоординированная работа позволит привить школьникам навыки соблюдения дорожных правил. Справедливо будет напомнить, что в первую очередь сами родители должны быть примером для детей, в том числе и на дороге. Динамика, конечно же, намного улучшилась. Транспортных потоков и задержек стало значительно меньше. Нарушений ПДД также значительно меньше. Все-таки есть единичные случаи, когда водители транспортных средств высаживают своих детей на проезжую часть. С такими водителями проводится разъяснительная беседа. ГИБДД выражает принципиальную позицию об обеспечении родителями и педагогами ношения детьми световозвращающих жилетов. Это важный аспект безопасности. Также МВД по Адыгеи взято на контроль в выполнении всех мер. Сергей Лизаров, Байзет Гомлешко, Ислам Дахов и Анатолий Стрелец. Специально для программы Вести. Дежурная часть. Субтитры создавал DimaTorzok